всем доброе утро что-то я думала у нас сегодня холодно будет у нас прям тепло и оделась так как-то жарковато даже солнышко классная погодка я иду в магазин хочу купить кефир у персика закончился и заодно оладушки сделаны завтрак поля с максом еще спят я вот решила сгонять пока не спят кот пришел проверять что я купила давайте я вам тоже покажу ничего необычного взяла хлеб эфир собственно зачем я и шла в магазин молоко взяла максим литр молока в день выпивает и вот такую вот мороженое зефирная взяла ему не знаю что там за ерунда ну ладно новая какая-то появилась штучка в магазине решила взять максу попробовать тебе кефир макс пошел машину заводить уже все проснулись у нас позавтракали сейчас поедем надо мне забрать лак я заказала на алиэкспресс не знаю первый раз вообще там заказываю такое обычно как бы так в таких магазинах покупаю ну ладно попробуем надеюсь что будет нормальный матовый топ заказала сверху чтобы я держу что мне не выпасть из машины я там никому не интересно что-то как-то все не очень интересуются коленами этими штуками про машину но если честно вот если честно мне вообще так все равно кто там чем интересуется кто не интересуется тачка ну кому-то интересно кому-то не интересно поэтому своё мнение оставляем при себе садись макс хочет машину заводить так мне местечко не хватает все все тело ставим что не завелся что ли максим на тормоз нажать ты че не достаешь до педали что где тормоз где тормоз нажать на тормоз и потом и потом заводить него нажимай сильнее вот и заводить давай заводи вот теперь ты завелся молодец каким-то чудесным образом воскресенье теперь это почта стала закрыта хотя раньше она работала хотели выходной поэтому мы сейчас поедем гулять лак этот как-нибудь заберу в другой раз скорее всего мы заберем все это дело во вторник потому что я буду работать не знаю точно там вроде как отключение электроэнергии будет у нас а я работаю с утра отключение будет до часу дня то есть я скорее всего буду работать там либо сейчас у либо как еще пока ничего не известно завтра все скажут как там все будет может вообще не будут уже отключать может там все переигралась не знаю ну когда я уходил было вот так короче я буду зажирать что я буду дома макс не хочет на работу ходил если честно я как-то я особо тоже не хочу все это же не хочет я вот поэтому думаю может уволиться что ли никто не хочет я тоже не хочу нафиг на работу или нет я уже обрадовался думал что мне не придется в общем мы сейчас поедем гулять максим хочет поехать на велосипеде где-то покататься поэтому сейчас будем засовывать велосипед бмв первый раз ну там можно еще колесо снять на велике не залазит что у макса крыло протерлось на велике как-то вот они желтые деревья нашла я их а то что-то обычно деревья зеленые стоят откуда-то листья лежат я знаю что понял мы только приехали сюда я только сразу мороженку хочу здесь сразу есть я вот сейчас такой машине ехали кофту снял там шар капец вот еду такой кофту снял наш машине нормально вышли на улицу ему тоже будет нормально а нет вот без кофты как-то ну не комфортно а в кофте прям вот прям самое то но опять же если вот солнце вылезло то становится жарковато чуть-чуть ветер просто холодный такой уже прям знаешь осенний да ну нам очень нравится в красноярске потому что у нас лета два месяца если кто не знал вами это в лучшем случае все остальное вот я еще ну могу понять зиму да как бы ну тоже снег как бы там зима горки все такое классно но вот весна и осень я вообще не понимаю эти времена года слякать грязь дождь слякать грязь дождь ё-моё постоянно все в грязи вечно там вообще жесть какая-то дождь не выйти на улицу ветер то холодно то жарко какая-то погода очень непонятная мне вообще не нравится мне нравится весна потому что начинает теплеть все распускается чё максим что там батут увидел ну пойдем посмотрим чё-то все макс пошел прыгать и такие прям батута уже уставшие в общем здесь двести пятьдесят рублей стоит пятнадцать минут на любой батут вот тут и три штуки макс макс попер да да макс сейчас а помнишь как-то раз я с ним лазил по такому батуту ага в этом бобром влаге ну там дешевле было намного и там нужно было нам да тоже лазить почему взрослым да нельзя интересно я вот тоже бы полазил ну давай максим гаде нет ну можно тот макс и пойти еще может на любой по досточкам она дальше пошел вот тут прикольно можно лазить высоко вот так далеко расположены эти штуки да даже ногу поднять не может макс больше всего заценил этот батут ну и тут прямо все дети которые такие более-менее постарше все сюда бегут здесь видимо интереснее всего как страшно они все скатываются отсюда а макс что-то там в очереди стоит давай катись макси максу повезло у всех время кончилось они ушли да она девочка там аккуратнее там еще девочка лезет давай давай лезь сейчас идем тут прям с такими сумками тащит эти яблочки там же яблоневый сад есть сейчас сходим да бабушки тащат сумки такие прямо тяжеленные сумки я такой думаю если потом встанут где-нибудь продавать типа ну с это с огорода с дачи да типа ранетки сейчас пойдем посмотрим как раз уже мне кажется все соберут их буквально пару дней и уже не будет тоже ничего да пойдем попробуем сейчас сейчас все сорта попробуем потом будем потом побежим быстрее домой все мы доехали до яблоневого сада так яблочками пахнет но ничего нету все уже собрали наверху он еще есть туда лезть надо я могу залезть и ты пусть лучше папка лазит такие прям крупненькие да могу и не могут достать мы сейчас пока сюда шли тут еще целая куча людей сумками с такими ходят собирают ну-ка вкусно ну вроде вкусно а мух здесь столько сладенький еще хочешь поискать конечно коля на велике есть максу тут не проехать а я и голодный что максим макси мы решили сказать и искать яблок смотрите вон собираются лометь ими сумками такими большими ходят но они здесь такие мелкие вот где целая куча на мелкие яблочек хочешь ну эти еще зеленые тут их поэтому никто и не собирает эти видимо позднее будут сейчас папа тебя сорвет смотрите какими сумками тащит более какие нашел красненький мой сколько осыпалось уже много вот эти вкусные прям хрустящие и сладкие можно маленечко собрать да пойти уже да и дальше гулять мы нашли прям целую поляну несобранных раниток очень много прям вот вокруг очень-очень много деревьев но мы зашли прям далеко практически самый конец сюда видимо не все доходят очень много суммарей те которые пришли с баулами сюда не собирают просто но потом эти баулы вот так вот тащит просто но он тебя в кармане торчит мы тоже карманы заполнили сейчас будем ехать и кушать вкусные кстати такие прям яблочки сладкие они прям осыпаются уже поэтому их как раз сейчас собирать на место в карманах есть сейчас будем гулять и кушать но и что будем дома делать дома кушать так ты тут кушай на колю все асалом кружит возле него куда-то справа улетела вот она макс на тебя сядет оса на яблочко макси нам говорит давайте пакет возьмем и вернемся сюда еще может максим не будем ничего брать пойдем дальше гулять пакет чё мы с ними делать будем потом так а чё мы с ними будем делать нужно собирали маленько поесть туда пакетом ну хорошо насобираем в пакеты что мы будем с ними делать как они же испортятся не успеют не успеют он за два дня с друзьями во дворе съест ну да наверно не знаю ну хочет давай мы собираем там их еще полным полно они кстати уже все осыпаются мы приехали домой ура ура в общем мы дошли до машины и у нас там рюкзачок максимки лежал маленький сейчас покажу сколько у нас теперь ранее так будем есть теперь не переесть в общем набрали полный рюкзачок вот такой а еще и сюда напихали да кто максимум яблоки любит он пихался да там немного в рюкзаке маленького этого в карманах с коли насобирали ну макс маленько почему в карманах принес я маленько в карманах рюкзаке получилось почти полная чашка короче получилось их много поэтому они кстати перебью тебя они такие вкусные вообще обалдеть я не знаю сколько я я вот такую чашку что было в 1 и на съел до пока мы там ходили да мы все наверно столько я вообще прям много-много их съел потому что они прям такие вкусные они прям ну твердые такие сочные они хрустящие прям ну а вот там еще есть один сорт они такие уже мягкие прям ну невкусные я не люблю что ты там хотела сказать да я хотела сказать что мы заехали к оленам родителям взяли сушилку и я ну на мою нарежу и на сушу на зиму будем компотики делать ну потому что их много сильно этом всех подпёр машиной потому что мы вообще нету место поставить мне вот реально зайти домой покушать и все тут конечно но плохо с коля сегодня на работу кстати да я короче забрал там у человека смену просто позвонил было отдай пожалуйста смену ну ладно забирай и вот ну надо просто денег маленько подзамутить час сейчас маленько придется попотеть будем сейчас кушать с колей макс убежал гулять у нас пока там солнышко тепло вообще классно фото вот я прикинь что стою такой а он берет ну начал протягиваться и копки вытащи и когтями по ноге не такой же он заскучился сегодня по нам наверное или наоборот отдыхал вам делать мы уже с колей поужинали он уехал на работу и я вот вытащила с рюкзачка с маленького смотрите сколько много получилось ранее так сейчас буду все это мыть перебирать но мыть надо конечно хорошо потому что собирали мы это все земли коля трес дерево и мы с земли собирали вот такой вот таз пока буду сюда все это помытое выкладывать чтоб никуда ничего не бежала стекала в тазик вода и потом уже на полотенчики все это будет подсыхать вот здесь уже все подготовила персик наверное будет все это стягивать со стола так как они круглые катаются как мячики на год и буду я это все сушить но не все буду еще компот делать нарезать буду так чтобы не попадали семечки потому что максим ест еще зимой сушеные яблочки вместо конфеток вот такими вот кусочками буду сушить персик запрыгнул будет наблюдать яблочки тут у меня уже слушаться вот наблюдается всем происходящим очень интересно что это там такой будет в общем половину где-то яблок я использовала еще вот столько вот осталось из этого я буду делать из части сделаю компот на зиму тоже остальное будем так кушать а вот из этих обрезков я сейчас сварю компот который мы сегодня завтра выпьем потому что жалко выбрасывать и тоже стукала мякоти яблочный код и чё там любопытно тебе да поставила кстати на 60 градусов будет сушиться несколько часов куда он там смотрит интересно что ты отсюда видишь баночки простерилизовала наполнила ранетками и здесь вот у меня уже закипела кстати вода сейчас буду заливать кипяточком оставлю где-то на 15-20 минут потом эту воду солью обратно в кастрюлю и буду делать из нее сироп 5 литровые кастрюли вот этой вот как раз хватило ровно на 6 баночек на 4 литра воды я насыпала четыре с половиной стакана сахара вот такого вот у меня здесь было 4 литра все-таки 5 литров это когда вот уже выше где-то вот здесь вот выше вот этих клёпочек персик я что-то не поняла почему у нас ранетки валяются ну ты хитрюга надо убираться со стола максим сейчас куда-нибудь пас давай в какой-нибудь всего протру и сюда сложишь хорошо все кастрюли заняты поэтому крышки буду кипятить сковороде здесь уже тоже скоро все закипит и все в принципе сейчас это все залью обратно в банки закручу крышечками переверну накрою одеяльце вон тем он я его и не убирала как кабачковую икру делала теперь здесь будут стоять вот эти банки вот такой вот компотик получился будет там теперь остывать на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео будем ложиться спать код он уже пришел подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока